Уважаемый Улема, участник конференции Хвала Аллаху, господину Миров Благословения Аллаха, благороднейшему из пророков и посланникам нашему пророку Мухаммаду и его семье с подвижником Передаю искреннее приветствие узбекского народа нашим дорогим братьям Приятно видеть вас путем видеообщения на престижной международной конференции И перед лицом пандемии наши мусульмане следуют заветным словам. Те, которые уверовали, обратитесь за помощью к терпению и намазу Аллах вместе с терпеливыми. Тем самым эти слова подают высокий пример солидарности с терпением и молитвой, не поддаваясь отчаянию. Они правильно воспринимают трудности, с которыми сталкиваются при совершении молитв в связи с карантином. В этом году в Коране описывается множество жизненных испытаний, тяжелых испытаний, которые прошли верные рабы Аллаха. И они не изменили своему завету с ним. Они понимают, что за каждой тягостью наступает облегчение. Прежде всего передаю искреннее приветствие узбекского народа, нашим дорогим братьям. Приятно видеть вас путем, вас путем видеообщения на престижной международной конференции перед лицом пандемии коронавируса. Наши мусульмане. Следую заветным словам. Во время пандемии коронавируса в Узбекистане президент принял ряд мер, направленных на здоровье нашего народа и благополучие наших граждан. Следует отметить, что в результате проделанной работы по показателю числа заболевших на 100 тысяч человек Узбекистан занимает последнее место среди стран СНГ. Согласно прогнозам международных организаций, благодаря принятым мерам Узбекистан, СНГ относится к той небольшой группе стран, где негативные последствия пандемии ограничатся не спадом в экономике, а только снижением темпов экономического роста до 1,5%, что намного выше, чем в большинстве других стран. В период пандемии Совет Улеймов Управления мусульман Узбекистана выпустил ряд обращений и заявлений к мусульманам. В том числе объявлен фейтфада для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Мусульманам страны направлено обращение о строгом соблюдении правил карантина. Даны рекомендации, как проводить похороны во время пандемии. Имамы-хатибы активизировали работу по недопущению распространения болезни. Организация благотворительной акции для нуждающихся слоев населения. Были опубликованы и широко распространены книги и брошюры под названием «Чума. Еще одно испытание для людей». Известные улеймы, ораторы, имам-хатибы вели пропагандистскую работу среди населения, чтобы они соблюдали правила карантина, не паникали в эти тяжелые дни, стремились к лучшим дням, проявляли заботу нуждающим. Уважаемые участники, в сегодняшнем сложном мире, где мусульманский мир сталкивается с различными проблемами для религиозных лидеров, исламских улемов, Как никогда важно работать, сообщаю. В настоящее время сотрудничество усилиями руководителей наших стран последние годы расширяется. В частности, следует отметить, что укрепление отношений братства, дружбы и всестороннего сотрудничества между религиозными учреждениями вышли на новый уровень. Такие онлайн-конференции также становятся неотлемой частью более широкого партнерства между странами, несмотря на пандемию. В этом диалоге особый упор делается на дальнейшее развитие отношений между народами, между народами, совместную борьбу с различными угрозами сегодняшнего дня, в обеспечении единства мусульман. Воспользовавшись этой возможностью, хочется отдать дань памяти наших улемов, которые стояли в авангарде этой тяжелой борьбы. Во время пандемии, рискуя своей жизнью, подавая пример мужества и стойкости, умирали-стали шахидами. Та помилует их, милостивая Аллах, обширной милостью, простит их грехи, сделает их могилу садом из раю фрая и ведет их в рай вместе с пророками, правдивыми шахидами и праведниками. Управление мусульман Узбекистана желает больших успехов в работе онлайн-конференции, заявляя, что оно всегда готово к продолжению сотрудничать с вами.